Привет, мои крошечки! Да блин, ну все в делах, блин, заботах, реально, блин, камеру никогда выключить. А знаете, с кем я сейчас, с кем я сейчас, с кем я сейчас, с кем я сейчас? Мир всем. Это мой братиш. Братиш, ты для Гритка бываешь вообще на моих каналах, на моем канале одном, на моих видео. Ну расскажи, Чунь, как дела у тебя вообще? Тебе видно? Тебе хоть видно? Нормально все, у меня. Все хорошо? Все пойдет. А что мы делаем сейчас? Ждем семью. Да, семью, кстати, отправил в деревню. Сегодня должны вернуться, соскучился. Сильно, да. О, можешь передать Натали привет, она же будет смотреть в доз. Я вас ждал с нетерпением. Так, ждать, убрал все, рассказал мне, как дома все убрал, как дочь свою ждет, разложил все игрушечки, жене подготовил подарок. Так что Натали ждет вас сильно. Весь, ты такой здоровая, посмотри, какая маленькая, малкая. Ты же девочка, Натали. Вообще, да. Я уже где-то их чувствую. И вон они проезжают, вон она, вон она машет. Ничего себе, так ты не просто так сюда вышел еще. Помохайте руки в эту встречу. Да, мне оказывается тут, давай, иди. А, я тоже с вами, а че иди, а я, и я с вами. Мы были в Макдональдсе только что, пожрали как следует, и я думаю, ладно, брат добрый. А то скажет, не снимай меня, голодный, злой. Ну не, он так не говорит обычно, просто ломает камеру еще. Бросается, кидается, ломает. Кидается, да. Нужно срочно гамбургер. Так. А, почему мы их идем вот так встречаем? Потому что, короче, их высадили не там, не на том вокзале, где должны были. И они проехали еще. А мы тут уже на готове. Вот они тут красивые. Ой, сейчас покажу вам, Наталья, красоту. В костюме, кстати, который продается в моем магазине. Крутой. Вот она, вот она, любовь. Привет. Скучала за папой? Скучала? Красота. Ну вот они. Ой, костюм же, костюм, ну покажи костюм. Как тебе? Удобно в нем? Ну, не венем. У тебя новый рюкзак? Да. Да вообще красивый такой. Я смотрю, ты вся на стиле, вся в розовеньком такая. Красота. А у папки кроссовки новые, видели? А-а-а. Вот те, что мы с тобой не купили. Привет, мои хорошие. День следующий. Сегодня у нас планы такие вообще были. Нас пригласили. Я такая, что я кофе даже не попила. Сейчас вам расскажу вообще, что я буду завтракать. Какой кофе и как я готовлю. Короче, сейчас быстренько покажу. Сначала расскажу о планах, которые были у нас со вчерашнего дня. Вчера я проводила время с братом. И мы, в общем, ой, что-то волосинка. Я думала, что побежал кто-то по мне. Может, чертся забрал. Короче, планы были у нас такие. Утром мы встаем, они приезжают ко мне. Мы едем. Нас пригласили в одно интересное место. Что-то у нас открылось. На месяц приехали. То ли шоу, то ли выставка какая-то. Что-то типа того. Я, естественно, собрала всех своих племянников, ребенка. Ну, Настю, Деньку и племянника своего собираюсь взять сейчас. Вот они должны с братом приехать ко мне. Наташа с братом и с Настей. И мы должны поехать за малым. А потом поехать в Мегамаг на эту выставку. И сразу оттуда мы хотели поехать на озеро. Там где песочек и все дела. Но сегодня мы просыпаемся. Вообще холодно на самом деле. Погода, мне кажется, не для озера. Детки могут у нас же заболеть. Поэтому, скорее всего, мы поедем в парк. В общем, решим пока. Я им позвонила. Племянник уже меня ждет. И спрашиваю, будете ли вы кофе. У меня же теперь две кофеварки. Я сейчас покажу. Я спросила, будете ли вы кофе, для того, чтобы понимать, в какой кофеварке мне готовить. Если они не будут кофе, то я готовлю в этой кофеварке рожковой. Так, у меня небольшой бардак. Готовлю в этой кофеварке и быстренько себе на одну чашечку сделала. А если они будут кофе, то я готовлю вот в такой кофеварке. Капельной. И у меня, видите, сколько кофе сразу приготовила здесь. Во. На всех хватит. И всем латте будет. Я уже себе подогрела здесь молоко. Я всегда себе грею молоко. Вот так вот. Я вообще люблю молока в латте очень много. Поэтому у меня половина стакана. Это... Беру кубик. У меня, кстати, вот как здесь кубики хранятся. Фикс прайс покупала. А вот здесь рассыпуха. Это мама мне дарила. Так, бросаю один кубик. Сейчас еще. Вот такие использую я. Ну, фильтры. Помните, мы рассказывали вам с мамой, что они задерживают кофестол, который вот в организме способствует... Там эта мама моя знает. Короче, способствует, что холестерин. С холестерином что-то связано. А если с фильтрами, то вот ей холестерин нельзя? Я надеюсь, я все правильно говорю. Знаете, когда человек, ну, не заботится о каких-то вещах, да? Так, что я мешаю? Мне мешать не надо. Я использую для латте вот такую штучку. Когда я хочу быстро все приготовить. Я покупала ее в Икеа. Вот просто. Раз. Вот так вот у меня пена, видите, вспенилась нормально. И я добавляю свой кофе. И обратно ставлю. У меня здесь подогрев, как видите. Ребята, когда приедут, подогрев там в 70 минут где-то. Ребята, когда приедут, кофе будет тепленький. Я тоже сделаю латте. Так, вот здесь уже некрасиво все это. Какие-то у меня уже непонятные влазины. Вот, потом я мешаю. Видите, у меня половина кофе, половина молока. Потому что кофе, в принципе, не очень крепкий. Если бы он был, знаете, такой крепкий-крепкий, я его делаю сама. То есть я кладу две мерные ложки на 4 чашки. Когда одна ложка считается на одну чашку. 100 грамм. У меня одна ложка на 200 грамм. Поэтому. О, нашел. Какой-то себе. Вот. Что еще хотела сказать? А, блин, хотела показать вам колбасу, которую я нашла, блин, в пятерочке. Я до этого столько колбасы перепробовала, мне все не нравится. Вчера ночью решила сожрать бутерброд. Сейчас. Так, посмотрите, на вскидочку. Мой холодильник. Я очень люблю вот такие вот штуки в пятерочке брать. Это колечки творожные. Очень. Так, где колбаса? Вот она. Вот она колбаса. Сейчас я вам покажу. Мне очень понравилось. Причем колбаса, которая мне казалась... Вот видите, здесь три вида. Вот она. Они очень тонко, очень тонко порезаны. И прям думаю... Я сразу, когда начала брать, думаю, какая экономия. И колбаса вот эта с большими жирками, видите? Вот она, видите? Мне казалось, что она меньше всего мне понравилась. Думала, вот это будет самое вкусное. Потом вот это, наверное, и потом вот это с большими жирами. Оказалось, что вот это самое вкусное, и я ее сейчас сожру. Вот. И я вообще люблю такую колбаску. Вот эти все три, они офигенные. Еще вы помните, я как-то приобрела себе лотерейку. Взяла еще два билета. Я покупала два билета и выиграла... Я покупала три билета. Два была русская лото. Вот в русском лото я выиграла по там на одной 105, на другой 114. Ну, поменяла их еще на два билета. Думаю, ну классно, а что? Буду так вот чисто развлекуха. Но я не смогла присутствовать на игре. А мне сам кайф у меня зачеркивать, вот это ожидание. Что-то такая развлекушечка. Но воскресенье у меня не было, я занималась делами с братом. И пришла домой, посмотрела выигрыши. У меня один билет выиграл два рубля, что ли. А второй вообще ничего не выиграл. Я в шоке. Хотя бывает, там остается шесть... Один бочонок, шесть бочонков. Неужели мой такой несчастный билет? И знаете, после этого как-то играть аж перехотелось. Думаю, что за фигня? Не кайф. Не, ну я один поменяю, поменяю его на еще один. Как бы я не буду дополнительные деньги пока платить. Посмотрим. Все равно я не могу присутствовать на играх. Все время чем-то занята. Какой послушный мальчик. Деня, покатай меня. Он бросил манеж свой, который я подарила Насте. И говорю, тебя тоже купи. И катает Настя. Деня, в другую сторону катай. В другую сторону. Вот так вот, давай. А то закружится. Давай, в другую сторону. В другую сторону, туда. И ты тоже хочешь кататься? Я буду катать вас, что ли? Да. Вот, вот папа Виталик пусть катает. Сильно. Такой бардак у нас тут. Ну да, вот так это все происходит. Папа сильно не напрягается. Малышикан, давай в другую сторону. Да. Это у нас перед тем, как мы собираемся на Гулеваньке. А я включила кондера, что-то он не работает. Я не понимаю. Работает? Ой, красота. Что малыш мне надо еще, да? Кстати, смотрите, пришел заказ из Фаберлик. Заказала шортики. Это у них новиночка спортивная. Я думала, они будут, конечно, в обтяжечку, но они не в обтяжечку. Они свободные. Ну, прикольный цвет такой, голубенький, классный. Потом мама заказала у меня вот такой дневной крем. Я ей беру вот эту серию, ей очень нравится. Блин, с какой-то стороны нафиг. Вот. Это для зрелой уже кожи. Это дневной, у нее есть ночной, у нее есть там для шеи декольте. Очень классно. Ну, вообще, даже в подарок оно так презентабельно выглядит. Очень круто. И еще мама, тоже мама, попросила вот такое вот средство для мытья посуды. Оно идет 0+, Фаберлик. У меня тоже много всяких цветов. Вот лимон и мяту она заказала. Сейчас понюхаем. Что у вас за поза? Любовь. Дени села Настю. Оседлала девчонку. Ой, как вкусно пахнет лайм и мята. Ммм, понюхай. Не понюхала? Да, вот ее смотри. Понюхала, конечно. Там еще хвоя, что ли, ему понятна. Ну, как будто что-то такое. Нет, просто лимон-мята написано. Мята, она очень вкусная. Я думаю, моя понравится. Сейчас Виталика такая, попробуй. Не, у меня яблоко и у меня обычно для чувствительной кожи. Но оно все прикольно пахнет. Офигенно, надо будет взять тоже. Я же весы кроссовки обещала. Я тебе закажу их. В ближайшее время покажем, потом посмотрим, как смотрится. И размер. Мне надо будет как-нибудь... Не знаю, когда. Вы что, замерли? Как будто... Кому-то вас застали. Ну, поцелуй сеструху. М-м-м, мой любимый. Вот такая любовь у наших детей. Аккуратно, да. Он прыгает, прыгает, как непонятно. Карандаши. Все, пойдем гулять? Пойдем. Ну, наконец-то. Тебе понравилось, да? Ну-ка, руки... Руки поправь. Все. Ты что, сеструху любишь, что ли? Больше мамы? Целуй маму. А сестры пока, Маша, жалко. Объясни мне, скажи, в чем правда, брат, сестра. Сестра, скажи, в чем правда? Потихоньку. Так, хватит, Дэнь. Дэнни. Дэнни. И вот это не может остановиться уже часа два. Дэнни. Все, уже в синяках, короче. Все в синяках. Уже по два-три синяка у каждого. Поплакали три секунды и опять бегают. Все, выходим. Потихоньку, потихоньку. Можно у каждого интервью взять? Давай, у каждого интервью возьмем. Дэння. Дэння. Успокоился? Настя, а как ты себя чувствуешь? Конечно. Дэн, как ты себя чувствуешь? Дэння, а как ты себя чувствуешь? Остановись, Дэннь. Дэннь, как ты себя чувствуешь? Дэння в кураже. Перед тем, как доехать до нашей выставки, мы решили заехать в Магдоллась, потому что очень голодные. Что у нас есть, Тим? Всем привет. Яблочные дольки. Представляете, яблочные дольки ребенок взял. И гамбургеры. Вместо картофеля фрил взял яблочные дольки. Вы представляете? Яблочный сок. Смотри, какая игрушка. Так, а что у Настюши за игрушка? Покажите. Вот у нее вот такая. У меня вот такая. Ракетки. Ракетки и мячик. Прикольно. Будешь играть? Или мячик тебе больше понравился? Мячик мягкий. Да, мячик мягкий. Ну, а все остальное. Денька тут повторяет за мной. Макает, короче, и ест картошку. Я ему чуть-чуть разрешаю картошечки. Хотя она вообще вредная. Но ребенок просит. Слезы его вреднее. Черная, черная куча. Я, походу, не снимал. Что? Походу, не снимал так. А сейчас что-то он красит? Сейчас? Да. Чернота идет. Туча, черная. Офигеть. Она прям за нами идет. Мы, короче, от нее убегаем, а она за нами. Мы приехали в Мегамаг. Здесь открытый космос. Выставка приключений. Что-то прикольно. Да, что-то интересное. Тут пока мы шли, 8 космических реальностей. Короче, с 12 июля по 12 августа. Сейчас мы пойдем, посмотрим, кому из детей было веселее всех. А может быть и нам. Мне лично самой интересно будет. Ты готов? Космические приключения. Пойдем. Что ты делаешь, Вет? Чиню. Космические. Космические перчатки. Ну, это вот так вот они там чинят, если что. Мы оказались с тобой в космосе. Маши. Мы в космосе. Маши. Приколюха. Стука приколюх. Иннокроитель. Это что здесь такое? Дымко. А что это? Субтитры сделал DimaTorzok Электронику можно задеть, она может испортиться. Да, на марсе ты бы весил 39 килограмм. А на земле 110 килограмм. Большой палочкой. А что-то должно происходить. А что в очках там? Поделишься потом впечатлениями. Денни! Денни! Тим, нравится тебе тут? Да. Э! Э! Плотай! Ух ты! Подпадим пальцы. Ух ты, красивый. Вот. Нравится? Симка пошел. В открытый космос. После него я пойдусь. Я пошла. В общем, наше приключение подходит к концу, ребята. Я скажу вам, что это стоящая вещь сходить сюда. Мне здесь очень понравилось. И здесь очень даже познавательно для деток вообще про космос, узнать, почувствовать себя в космосе как-то. Мне очень понравилось. Короче, кайф. И с детками, и с взрослым тут очень будет интересно. Да, рекомендую. Это у нас в Мегамаге. Да, в Мегамаге на втором этаже. Открытый космос называется. Выставка, приключения. А, цены. Сразу скажу. Здесь стоит взрослый 590 рублей. Детский, если он без взрослого, стоит 490 рублей. А детский до 3 лет. Здесь бесплатно с родителями. То есть, Денька бесплатно, а Настюшка наша бесплатно. Вот. Пошли роботы смотреть. Детвора! Классный, да? Держись! Вес, ты такой огромный, что в камеру не помещаешься. Натали с Денькой. Ну, как тебе? Нравится? Настя, кайф? А тебе не жмет попугай? Я такой, ю-ху! Слушайте, не первый раз я поднимаюсь на третий этаж, но первый раз я вижу такой вице-класс. Такую здоровую парковку, да? И, короче, вот столик, на котором мы сейчас сядем, пойдем мороженка возьмем. Тут так красиво. Это на третьем этаже Мегамаги. Чего там ругаете, что ли? Выливаем маски. Я уговариваю до Катон. Зайди я. До Катон? Зайди. А что там надо? Это все? Иди разгуляйся на до Катоне, на 40 лет. Мы расстроились. Потому что спорта не стоит. А что выходить-то? Просто полазим, на любые люди там смотреть. Ну, зайдем, сейчас еще полазим. Сейчас пожрем, полазим. Смотрите, как здесь более-менее ясно, а здесь сразу баба. Ливень какой-то там идет. Офигеть, там вообще темнота. Придет скоро к нам. Сейчас у нас уже вот-вот ливень будет, потому что я вижу, что там уже туда, значит, там ливень идет у вас в городе. Главное, чтобы вы не затоплялись. А мама что-то? Желаю вам удачи. Мама говорит, что у нее уже дождь. Уже дождь переживает, да? Не попали ли мы под дождь, да? Ага, да. Сказала случайно там, это, не на улице? Нет. И сказала... Ну, так, мы здесь живем. Сейчас быстро придет. Через поле. Что сказала Виталий? Что? Ты уже что, работала? Что-то сказала, на ушки-то не скрою, не слышала. Я сказала дать Виталию. А, дать Виталию. Ну, короче, сейчас дождь быстро придет. Я не знаю, что, один километр в час стоит. Город не так уж. Мы пока здесь будем. Пока что я вижу туман, так что не уходите на улицу. Сейчас несколько километров в час, все. Она скоро дождь будет. Болтун. Все, когда мы... Снимаешь? Мы заехали в Дикатлон. Я здесь не была особенно, как бы. Но вот я взяла вот такую штуку, первый раз прокатиться. Смотри, у меня получается. Какая ты смотри, серьезная девка. Смотри, от него. Настя, и все. Если забирают. Астюха, ты че? Мама, детка попросила. Это нельзя. Когда-то давно я умела хорошо кататься на скидке, а не так. Синяки, ушибы, сагины, все, все, что хотите. А, мне тебя еще держать? Ага, сейчас, я все собака куплю. Можем. Понимаешь? Еще бабушка, да? Не, ну она что, не упала. Сокаты давай, вес. Папа, смотри. Молодичик. И че, ты только так смог на нем катить? Да ты видишь вообще какой. Папа. Аккуратно, аккуратно. Четырехколесный где-то был. Кажда, попробуй. Потихонечко. Все? Все, все. Здесь раньше был пинг-пон. Она все не хочет, Алый. Мы с пацанами приходили, когда мы жили в коммуналке. Ходили сюда, играли в пинг-пон. Ты жила в коммуналке? Первый год моей учебы в Ростове. Мы приходили сюда, социалистическое, с центрального рынка. Сюда пешком. Здесь стояли такие вот, я же говорю, столы. Ну здесь классно. Настольные петельницы. Мы тут порубились. Декатлон. Мы в декатлане. Декатлон, да. Безопасность у тебя полная, Настя. Вот и пришла тучка, которая долго шла. Но она пришла. Ливень вперед такой. Глянь, да через экран лучше видно, через этот, чем так в реалии. Да? Ну да. Как будто бы нету дождя с собой. Да, кстати, у нас вообще нету жизнь. Читая не видно, вообще. Офигеть, стена просто. У меня самая быстрая. Ай, бля. Машина стоит. Стоит, да. Раз, наверное, не вижу. О, бля, через экран лучше. Бля, раз, и спряталась. Если что-то спрятать, нету. Под деревом, наверное. Под деревом? Нету дерева. А, дерево знаешь. То есть, запросишь сельдон. Сейчас только что гром громонул. Вот как всегда, выключается камера. И все самое интересное начинает. Никто не спит, да? Сейчас будет еще гром. Да, я плохо вижу вообще, честно говоря. Ну вот да, правда, на камере очень хорошо все видно. А вот без камеры плохо. Вот так прям, без камеры вот так все льет. Да, вижу, я вижу. Натали переживает. Страшно. Все время говорит мне, поехали, поехали. Покажи, какую, Деньке, игрушку купили мы. О, какая. Большой. Маленький. Большой. Классная, да, игрушка? И если подбрасываешь, она тоже увеличивается, а ловишь, потом маленькая становится. Сейчас, короче. Маленькая. Да. Большая. Сейчас ребята пошли за рыбой, за скумбрией. И мы собираемся пожарить картошечку и с рыбкой поесть. И вообще мы сейчас с Виталиком вспоминаем, что когда-то давно скумбрия на самом деле у нас ассоциируется с праздником вообще. Потому что когда мама получала детские, она сразу делала нам праздник. Раз в месяц мы ели эту скумбрию. Она нам покупала, готовила. Что взяли? Что взяли? Сейчас, кстати, машина почище будет. Там постояла под ливнем. Что взяли? А у тебя там? Скумбрии, заморозки, еще какие-то травы. В общем, короче, я буду готовь, запекать. Знаете, двоих детей, кроме как мультиками, больше никак не утихомеришь. Ой, ну что попалось, там елочка, так елочка. А ребята готовят картошку с рыбкой. Чисто домашняя эмилия. А я жду вебинар. Вау, смотрите. Ням-ням. Спасибо, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...